Привет всем! Спасибо огромное за те комментарии, которые вы оставляете под роликами. Я с удовольствием их читаю, извиняюсь перед теми, на чьи комментарии я не отвечаю. Просто не успеваю, просто не успеваю. Хочется ответить на все, но буду стараться, буду стараться. Ну и спасибо всем тем, кто материально поддерживает данный канал. Для тех, кто не знает, как это сделать, я напомню, точнее расскажу под каждым роликом коротенькая информация, инструкция. Все очень просто, но это не главное. Главное это ваши комментарии, ваш интерес и та музыка, о которой мы вместе с вами тут рассуждаем. Я говорю, вместе с вами, потому что вы же отвечаете, там свое мнение высказываете, пишете, это очень правильно, очень хорошо. Про группу Крим был один ролик у меня, пока что один, будут про все пластинки группы Крим ролики, даже про те, которые не записывала группа Крим никогда. То есть там трибютная пластиночка у меня есть. Ну и Реюнион, так сказать, группы Крим, коробочка тоже лежит, ждет своего часа. Но группа Крим, как известно, существовала всего три года, срок недолгий, при этом еще и драки были постоянные внутри коллектива. Джинджер Беккер с Джеком Брюсом конфликтовали, доходило до рукопашной, что создавало напряжение в коллективе. Напряжение это выливалось в музыку, в фантастические концерты, и это было очень здорово. Как говорил уважаемый мной, чрезвычайно мой коллега, можно сказать, и преемник, гитарист группы Кино Юрий Каспарян, трение дает тепло, а из тепла появляется жизнь. И в этом он, безусловно, прав. Когда группа Крим распалась, все пошли своим путем, никто не забросил музицирование. Эрик Лептон принял участие в коллективе Blind Fate, про который я как-то рассказывал, если меня, по-моему, не изменяет. Надо проверить, кстати говоря, есть ли ролик про Blind Fate. По-моему, есть. Ну и про Клептона что говорить? Всем известна его блестящая карьера, масса пластинок, масса концертов. Все хорошо у Эрика Клептона. Участие в посторонних разных проектах, в том числе с Филом Коллинзом, с кем угодно. Он много где засветился по-хорошему. Кстати говоря, с Марсалли самого пластинка я не слышал до сих пор. Очень интересно, что там происходит у него. Джинджер Бекер тоже не страдал от одиночества. Замечательный альбом Джинджер Бекера Фосс. Их два. На самом деле у меня они оба есть, но мне первый нравится куда больше. И я про него расскажу отдельно, в отдельном специальном ролике. Джинджер Бекер встретился, встречался неоднократно с Джеком Брюсом, например, в проекте BBM. Бекер Брюс и Мур, тот самый Гарри Мур. Вот такой вот альбомчик. Тоже ждет своего часа. Дождется! Никуда не денется. Но сегодня мне хотелось бы вот эту пластиночку вам показать. Это первый альбом Джека Брюса, который называется Songs for a Taylor. Песни для Портнихи. Портниха – это реальная, на самом деле модельер. Девушка, которая одевала группу Крим. И она разбилась в автомобильной катастрофе, когда ехала с другим бэндом на гастроли другого бэнда. Я забыл, что это был за бэнд. Но была автомобильная авария, автобус разбился, девушка погибла. А в это время Джек Брюс записывал свой первый альбом. И Джек Брюс посвятил альбом этой самой девушке. Songs for a Taylor называется пластинка. Что я могу сказать? Я могу сказать, что в определенном смысле это то ли это шаг вперед. Трудно сказать, шаг это вперед или это шаг в другую сторону. Лучше это группа Крим, хуже это группа Крим. Это совсем другая музыка. Это не хуже группы Крим. Как говорят в определенной части нашего общества, это другое. Вот я не люблю вот это, кстати говоря. Это я с иронией сейчас произнес про «это другое». Да, это другое в хорошем смысле. И это шаг в сторону ту, где находилась группа Колозиум. Моя, не скажу, что моя любимая группа. Моя любимая, да. Но не то, чтобы прямо, как Битлз. Нет, не как Битлз. Битлз мне важнее, как и Ронгстонс. Но Колозиум – это прекрасный коллектив, прекрасный Колозиум. Про него аж два ролика есть у меня. Посмотрите в плейлистах. Это величайший джаз-рок бэнд. Английский, фантастический просто, сумасшедший. И на это поле джаз-рока Джек Брюс и зашел. Зашел очень успешно, с широченными шагами, несмотря на свой маленький рост. Пробороздил это поле «Будь здоров как». Он всегда тяготел к джазу. Он вообще музыкант-то образованный, с академическим образованием, с хорошим, с классическим. Контрбасист, виолончелист, бас-гитарист. На фортепиано играет. Здесь он на фортепиано играет, на виолончели играет, на бас-гитаре играет, поет. Прекрасный вокалист, кстати говоря. И здесь он это показывает. Он уже в Крим это продемонстрировал неоднократно. А здесь он распелся не на шутку. И такие вокальные гармонии выстраивает. Просто любо-дорого слушать. Не знаю, с кем сравнить. Но не с Eagles, конечно. У них другая такая история. Такая красивая. Джек Брюс помужественнее поет. Но многоголосие тут на записанное «Будь здоров какой». Очень здорово. Ну и, конечно, кстати, прочитал в одной из рецензий на этот альбом. Автор рецензии пишет, что для меня существует три величайших бас-гитариста в рок-музыке. Люди, которые положили начало электрическому бас-гитаризму. Кто бы вы думали? Это Пол Маккартни. Согласен на тысячу процентов. Это действительно это школа. Это просто краеугольный камень бас-гитаризма, если говорить о рок-музыке. Джон Энт Уисла, Дэ Ху, согласен на тысячу процентов. Мелодически солирующий бас Энт Уисла. Это просто каждый скажет, каждый бас-гитарист скажет, что это потрясающе, это фантастика. И Джек Брюс согласен на три тысячи процентов. Потому что это вам и блюз, это вам и рок, это вам и джаз. Это такое широченное поле, которое охвачено бас-гитарой Джека Брюса. Никто с этим не справлялся, на самом деле. Потому что Пол Маккартни, у него не настолько широкий диапазон. Он изумительно неповторимый бас-гитарист. Неповторимый, уникальный совершенно. Но он в своей струе работал. Джон Энт Уисла тоже он больше такой по прямому року. Несмотря на все сложности и все навороты, которые он играл. А Джек Брюс, он абсолютно поли-стилист. Может все, мог все. Точнее, может все. Потому что музыканты не умирают, пока мы слушаем их пластинки. Они живы, они с нами. Ну, так вот, Songs for a Tailor. Рекомендую слушать от начала до конца. Удивительный, тяжелый, яростный, странный местами джаз-рок. Почти совсем отошел от блюза. Почти совсем отошел от крим. Хотя кое-что осталось. Например, песня The Ministry of Back. С блюзовыми интонациями. Немножко такая первая на второй стороне. Но пожестче. Даже не пожестче, чем крим, а более затейливо. Более затейливо, более изящно, более музыкально, более академично. Вот, сделано. Хотя, от души, рок, драйв. Все это есть. Есть и Хида Ричмонд. Вторая песня на второй стороне, соответственно. Но она больше с акустикой. Она больше, более балладная такая. Но все равно какие-то вот отголоски. С супергруппы Крим там присутствуют. Все остальное вообще просто другое совершенно. Потрясающая песня начинает альбом Never Tell Your Mother She's Out Of Tune, в записи которой принимает участие Джордж Харрисон под псевдонимом. В кредитах он не обозначен, но везде написано, что он анонимно под псевдонимом Анжела Мистериоза, по-моему, если я не ошибаюсь, у него несколько было псевдонимов, и он помогал своим друзьям. Ну, как помогал. Принимал участие в записи альбома. Там его практически не слышно, но где-то по фонам он там звучит, его гитара. Но главное, это бас, с которого начинается эта песня. Такой хриплый тембр, такой хрипящий бас, его в Крим не было никогда. В Крим он тоже похрипывал, но такого яростного просто скрежета зубовного никогда не было. Задел вот так, запев бас-гитарный, вот этот вот скрежещущий, адский просто. Безладовый, по-моему, бас, если я не ошибаюсь. Да-да-да, там безладовая история идет. Вот этот скрежет. Но этот скрежет, когда начинает играть бэнд весь, скрежет, подтирается и более чисто звучит бас-гитара. Но такие партии там наиграны, такие невероятные партии. Причем вокальная линия, она достаточно изломанная, она сложная, она такая уже в джаз совсем сваливается. Ну, не рок-песня, не вот это вот такое, вот куплет-припев. Там совсем, там и куплет, и припев, но все накручено, перекручено, и басом еще обрамлено со всех сторон вот таким вот невероятным. Ну, плюс все остальные музыканты, в числе которых Джон Хайсман ударные, Крис Спэддинг гитара, Феликс Папаларди поет здесь тоже, Джон Маршал еще одни ударные, и я еще... Дик Хэксел Смит, разумеется, саксофон, то есть почти половина группы колось, он здесь принимает участие. Ну, и Джордж Харрисон чуть-чуть отметился тоже. Следующая песня, Temp for an Imaginary Western. Знаменитая, распевная, тяжелая баллада. Если вы помните, группа Mountain ее прекрасно сделала, с диким ревом, с таким рок-подачей. Здесь тоже рок-подача, но она более мягкая, немножко в джаз все равно, потому что бас-гитара там никуда не делась отсюда. Вот это вот безумное совершенно. И поет Джек Брюс высочайшим образом просто. В смысле качества. В смысле качества. Просто не подкопаешься. Да и подкапываться не хочется, потому что когда слышишь идеальное пение, куда подкапываться? Зачем? И так все хорошо. Ну и колось, конечно, эта тема для вымышленного вестерна тоже исполнена была мощнейшим образом. Темп for an imaginary western. На всякий случай, для тех, кто не знает, напомню. Ticks to Waterfalls начинается с прекрасного, зареверберированного, звенящего фортепиано, и кажется, что ну сейчас будет что-то такое. Но и понеслось, и понеслось вот это вот джазовое, понеслась джазовая карусель. Закрутилась. И очень здорово закрутилась. The Weight of Hermiston. То же самое. I'm going to the party. И непонятно, что вообще происходит. Но очень красиво. Очень хороший пение. Это я так условно говорю, непонятно, что. Очень понятно, что происходит, но сложно и неожиданно. После группы Крим очень неожиданно. Rock Ladder to the Moon. Акустические гитары. И психоделический такой полет. Локальный и инструментальный. Звенящая вот эта акустика. И странная джазовая тоже такая тема. Странное построение. Ну, на второй стороне, я уже сказал, The Ministry of Back и Хида Ричмонд. Более-менее понятные произведения. А вот Boston Ball Game. Для неподготовленного человека это покажется шизофренией. Для человека, который слушал джаз, покажется, что это очень здорово, очень оригинально смесь рока и джаза. Но не такая, как у Чикаго. Или там Black Sweet and Tears. Где вперед дудки, молотят. Это я очень люблю, кстати, Чикаго. Но это такой прямой мы играем джаз. И понеслись тромбоны с трубами. А здесь изящный английский подход. При этом это рок. При этом это громко. При этом это дерзко. Где-то даже грубо, но изящно. Вот так вот получается. очень интересно. И потом The Boston Ball Game 1967 называется произведение. To Isengard. Еще один сюрприз. Акустическая баллада. Почти. Ну, полуакустическая. Там бэнд играет. Акустика звенит. Все плавно, медленно, красиво, хорошо. И вторая часть. Бабац. Инструментал. Просто с кваканьем саксофонов. С обработкой электрической. Духовых. И такой, здравствуй, современный авангардный джаз. Привет от Майлса Дэвиса. Привет от всех остальных. И просто какое-то потрясение. Ударные молотят. Бас ревет. Эти квакающие, духовые. Просто полное убезумие. И последняя песня The Clear Out. Она перекликается с первой. Never tell you mother She's out of tune. Такая же яростная, такая же драйвовая, завораживающая и раскачивающая. Джек Брюс. Я пошел пить. Пока.